С каждым стартом, с каждым голом, с каждым сетом, с каждой ставкой мы делаем спорт ярче. Марафон Бэт Если представить, что наступающий мундиаль – игра престолов, то сборная Исландии – это бесспорно север. А северу, как известно, предначертано помнить. Наверное, поэтому внезапный набег, который исландцы устроили на Евро-2016, помнят все. Все – суровые, хладнокровные, до боли в голеностопах организованные северяне доказали себе и всему миру. Даже самый малочисленный народ способен побеждать именитые войска. Хладнокровие затмевает мастерство, единство сметает что угодно. И теперь, когда исландцы пробились на главный турнир планеты, растоптав Хорватию и Турцию в отборах, очевидно – зима близко. Остается только выяснить, кто в этом сборище – Джон Сноу. Включаем чувство скалта. Альберт Гудмунсон – возможно, самый талантливый исландский игрок нового поколения. Его прадед – первый профессионал в истории исландского футбола. Он выступал за Милан и Арсенал, а потом стал министром финансов. Его дедушка – рекордсмен высшей лиги Исландии по забитым мячам. А его отец – бывший игрок сборной и футбольный комментатор. Короче, выбирать профессию Альберту не приходилось. Еще в 16 он перебрался из Рекьявика в юношескую команду Херенвена, а спустя два года – в ПСВ. В этом сезоне Гуди дебютировал в основе Эйнховена. 8 матчей, 3 голевых передачи, и это за 95 минут игрового времени по голевому пассу на каждые полчаса. А за дубль по СВ Гудмунсон вообще выполняет больше результативных действий, чем проводит игр. В 15 поединках 9 мячей плюс 8 голевых. Что касается сборной, уже во второй игре за Исландию Гудмунсон оформил хет-трик. А в общей сложности у парня 4 матча и 3 мяча за основу Исландии, а также 33 игры и 11 мячей за остальные. Привычная позиция Альберта – оттянутый форвард. Впрочем, в клубной схеме 4-3-3 его задействуют и слева в нападении, где Гудмунсон чувствует себя не менее уверенно. А еще Аль может сыграть на позиции чистого форварда или центрального инсайда. Гудмунсон правша, но бить, навешивать или простреливать Альберт способен с обеих ног. Второе сильное качество Гудии – игра в обостряющий пас. В среднем за матч Исландия выполняет 3,5 ключевых передачи с коэффициентом в точности в 53%. То есть игрок создает по 2 голевых момента за 90 минут. Ну и третья сила Гудмунсона – дриблинг. В среднем 7 обводок за матч с кэфом успешности 63%. Альберт – плоть от плоти атакующий игрок, но и при этом способен быть полезным в высоком прессинге. В среднем 17 единоборств за матч и почти половина успешных. Северяне умеют универсально играть по счету, то есть давить и в концовке, если нужно забивать, и сушить хоть два тайма, если нужно сдерживать. Универсальность Гудмунсона в данном случае рифмует универсальность всей команды. На этом мундиале Альберт, скорее всего, джокер в рукаве, но 4 года спустя уже он будет, как Сигурдсен сейчас, в роли крупье, разводящего богатеньких клиентов казино из лучших мировых футбольных салонов. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски про ноунеймов, андердогов и просто открытие чемпионата мира. Субтитры создавал DimaTorzok